17 причин, почему Google Фото лучший сервис облачного хранения фотографий. Это я, Вова, это коробки. Мы сегодня вам рассказываем, почему Google Фото это лучший сервис для хранения всех фотографий и видео, которые вы делаете за всю свою жизнь. Есть два самых важных постулата, аксиома Google Фото, которые, соответственно, делают эту программу, это приложение лучшим. Бесплатно и бесконечно. Все остальное это бонусные всякие фишечки, которые улучшают пользование, имеют интересное применение. Но вот эти два важных критерия, им нет равных, бесплатно и бесконечно. Что такое бесплатно? Google Фото просто бесплатный. Вот вы его скачиваете бесплатно, бесплатно пользуетесь, и там нет никаких функций докупить какую-то возможность, что-то там открыть, плюс про премиум версию. Ничего этого нет, просто приложение абсолютно бесплатно. Просто в нем вообще нет никаких платных функций, никаких платных настроек, никаких платных дополнений. Плюс оно бесплатно с точки зрения хранения объема, то есть различных фотографий. Знаете, в приложениях бывает, вам дается 5 гигабайт, потом можно докупить 15, где-то у вас при покупке дается 20 гигабайт, можно докупить 100, раз в год, например, платить за это. В гугле такого нет. Вы можете хранить любое количество гигабайт, сотен гигабайт, тысячи гигабайт, терабайт, и все это абсолютно бесплатно. Да, представляете, как в фантастике. Вы можете загружать просто тысячи и сотни тысяч фотографий и не платить ни в год, ни разу, вообще никогда. Просто грузить их. Бесконечно. Это второй важный признак. Ограничений нет вообще. То есть, можно ли загрузить 100 миллионов фотографий? Можно. Можно ли загрузить видеоролики, которые весят по гигабайту, каждые, например, 20 тысяч штук? Можно. Кто скажет, так вы же займете у гугла несколько петабайт, мне уже надо это где-то хранить? А вот так. Считайте, что это корпорация добра. Все бесплатно и все бесконечно. Абсолютно уникальный сервис. Мы прошли эти два преимущества. Итак, первое бесплатно, второе бесконечно. Третье – это надежность. Мы все знаем, что часто уплывают пароли в сеть, кто-то выкладывает базу в Телеграм, кто-то все это продает. И такие компании, как Mail.ru или менее столидные сервисы регулярно сливают ваши пароли. Когда мы устанавливаем Google Фото, мы примерно представляем, что вряд ли кто-то им когда-нибудь воспользуется. Потому что Google, наверное, это во всем мире одна из самых защищенных компаний. Мы не переживаем, что наш Google аккаунт или YouTube аккаунт, пароли к нему просто так кто-то сольет в сеть, и их можно будет продавать и использовать. Тут то же самое. Google Фото – это часть инфраструктуры Google. И, соответственно, доверять паролю, потому что у нас не пропадет все это, мы можем. Пункт номер четыре – это частная вот эта вот безопасность, privacy, надежность фотографий. Какой шанс, что компания сольет ваши фотографии куда-нибудь в сеть, выложит, отдаст журналистам и так далее? Налевой. Налевой. Почему? Потому что Google уже на протяжении 15 лет безоговорочно следит за своей репутацией. За всю историю мы не знаем ни одного огромного такого массового слива. Были даже такие сливы и у Sony, и у всяких ВК. Но так, чтобы Google один раз хотя бы что-нибудь слил, чтобы фотографии где-то что-то утекли, такого не было. Максимальная приватность и безопасность. Пускай она вас не обманывает, все равно эти фотографии хранятся у Google, все равно их кто-то может видеть. Все равно они могут как-то потом использоваться. Не так, что против вас их будут использовать в бизнесе или в политике, но понимаете, что вы как бы передаете Google в свою личную жизнь. Это просто сноска. Но в целом более безопасного сервиса по хранению фотографий с точки зрения частной жизни вы не найдете никогда. Сравните, например, с различными облачными хранениями, хранилищами фотографий просто из Google Play или App Store, у которых, соответственно, неизвестно имя, неизвестный производитель, разработчик. Очевидно, что там просто фотографии где-то хранятся, их смотрит создатель. Тут все это закодировано, зашифровано гораздо более надежно. Итак, надежность фотографий не идеальная, но самая высокая на рынке. Это гарантирует нам Google. Пункт номер пять. У вас уже есть аккаунт. Это очень важно. Скорее всего, вы пользуетесь YouTube, Gmail, Google, обыкновенным поиском, любым сервисом Google. И если это так, то у вас уже есть аккаунт, вам ничего не надо создавать. Вы просто скачиваете Google Photo и все. И все, к этому аккаунту у вас в ваши секретные хранилища начинают загружаться фотографии. Все, идеально. Пункт номер шесть. Разные устройства. Да, Google Photo можно поставить на компьютер, можно поставить на телефон, можно поставить на Mac, можно поставить на Windows, так скажем, на обыкновенный. И, соответственно, они все будут синхронизироваться. То есть, например, вы часть фотографий сохраняете рабочих на телефоне, часть у вас на компьютер, кто-то переписывает на флешку. Они все объединяются в единое хранилище. И на телефоне можно сразу видеть фотографии компьютера, на компьютере можно сразу видеть фотографии, сделанные на телефоне. Все, вот так работает. Ну, как на большинстве таких приложений. Дальше. Распознавание лиц. В Google есть уникальная функция, которая позволяет показать все фотографии с конкретным человеком. Не показать другим людям, не вычислить вас на каких-то фотографиях компрометирующих, а вам лично в вашем архиве выбрать фотографию, например, вашей кошки или вашего друга, и просто увидеть все фотографии с ним. Например, вы не можете вспомнить, как вы с другом проводили время пять лет назад. И вы просто тыкаете на его лицо, и ему показываются фотографии, вам показываются фотографии пятилетней давности с именно этим другом. Вот так все очень легко. Их можно даже подписать, например, там, это Артем, это Клава, это Зина. И, соответственно, просто в поиске писать, например, Зина на улице, и вам покажутся все фотографии Зины на улице. Удивительно, да? Дальше, пункт номер восемь, это поиск по дате. Притом, он сделан очень удобно. Вы просто скролируете вот так вниз, тянете, и у вас разом показываются фотографии за любые годы. Мне, чтобы на компьютере зайти в папки 2012 года, надо, соответственно, сильно стараться. Чтобы на каких-то других сервисах пролистать до 2012 года, нужно очень долго стараться. А здесь вы просто делаете это так вниз, и у вас, когда вы начинаете резко двигать вниз, появляются прямо года. 18, 16, 12, выбираете 12, и по нему уже, соответственно, смотрите. Очень удобно. Можно дату ввести вручную, или ввести любой интервал, но интервал не надо вводить там с 25 мая по 17 июня. Нет, вы просто пишите, лето 15, 2015, и вам показываются фотографии лета 15. Или, например, конец 2017, и вам показывают фотографии конца 2017. Google абсолютно довел эту ситуацию до предела. Любые фразы, промежуток, фрагмент, лето, зима, холод, конец, начало. Он все это грамотно воспринимает, как человек. Дальше. Поиск по объекту. Это вообще уникальная функция Google. Настолько уникальная, что в ней сложно поверить поначалу. Вы можете написать в запросе «Дерево», и вам покажут все фотографии, сделанные вами, загруженные в ваш Google фото, на которых есть дерево. Когда-то я подумал, чего? А как это происходит? В смысле, там что, сидит какой-то робот, который анализирует каждую из моих десятков тысяч, сотен тысяч фотографий и смотрит здесь дерево? Да, так и есть. Более того, до какого степени можно довести такие запросы? Написать «Кошка». И он находит все фотографии с кошкой. Напишем «Белая кошка». И он находит все фотографии с белой кошкой. В какой-то момент я написал «Невская маскарадная». И вы не поверите, он не нашел все фотографии с породой кошки «Невская маскарадная». Что? Потом я решил доводить это до предела и написал «Дреды». Ну, знаете, «Дреды», волосы. Как бы такое уже слово «редкое», не какой-то простой объект. И, знаете, он нашел все фотографии, где были люди с дредами, фотографированные мною. Тогда я решил перейти к оценочным терминам. А не просто конкретный объект, а, например, написать типа «атлет», что подразумевает, ну, сильного человека, мощного. И он начал выкладывать всех людей, которые на моих фотографиях выглядят мускулистно. Которые, например, там не просто с грифами, с штангами в зале, а которые выглядят больше обычных. Я подумал, ё-моё, ведь Google Фото, получается, не просто умеет анализировать объекты, он умеет уже и думать, умеет сравнивать. Это очень круто. Чего я только не пробовал писать в Google Фото, он находил все. По цветам, по времени, большой, маленький. Фантастика. Достаточно просто поставить эту программу, чтобы побаловаться этой функцией. Дальше. Десятое. Отправка из Google фотографий везде, в социальные сети, в всякие там ВК, в мессенджеры. Можно прямо из Google Фото в частном сообщении в ВК отправить кому-то фотографию. Или выложить ее в Instagram. Ну, то, что называется «sharing» или «sharing» по-русски. Все реализовано, как везде. Дальше. Грузит видео. Одиннадцатая причина. Грузит видео – это просто супер, потому что вы вдумайтесь в это. Бесконечное количество памяти вы можете занять у Google. И при этом не только фотографиями, но и видеороликами. Кто-то скажет, в смысле видеороликами? То есть я могу сейчас загрузить. Вот у меня, например, целая папка. Знаете, у каждого человека есть папка, в которой собраны видеоролики за всю свою жизнь. И каждый из них весят по 500 мегабайт в среднем. У меня вот, например, такая папка не только есть домашняя, жизненная, но и рабочая. Потому что в рабочей папке мы снимаем для YouTube видео и там сохраняем их в папочку. В этой папке сейчас уже примерно 2000 видео. Каждый из них по 500 мегабайт. Это получается примерно очень много терабайт. И я подумал, и что он сейчас все их загрузит в Google Фото, и у меня будет бесплатное секретное хранилище всей моей работы на YouTube. И я нажал синхронизировать. Вы не поверите, он начал грузить. И через несколько дней все эти терабайты были загружены. И у меня 2000 видеороликов по 500 мегабайт в среднем. Каждый хранятся в моем личном архиве в облаке. Если вдруг у меня все потеряется, я могу их туда восстановить. Сложно поверить, но это все работает. То есть Google без ограничений способен загрузить все ваши видеоролики. То есть это сервис мечты. Дальше. Пункт номер 12. Нет дубликатов. Но используя контрольные суммы, Google вычисляет дубликат фотографий и не делает, знаете, что вы открываете, у вас там все по 2 идет, все по 3, или фотография, а потом они же. Нет, все это дублицируют, дубликаты все удаляются. Дальше. Удаление с телефона одной кнопкой. Это пункт номер 13. Значит, когда с вашего телефона все автосинхронизируется, вы, если доверяете Google, можете нажать «Очистить». И фотографии, которые уже перенеслись в Google Фото, они сразу же исчезают с телефона. Таким образом, вы как бы все время можете фотографировать, у вас все туда улетает, а на телефоне всегда хватает места. И если у вас там 8-16 гигабайт, памяти всегда не хватает, у вас все будет всегда хватать. Потому что именно фотографии и видео – это то, что люди говорят всегда начать заняться, почистить телефон, все вот это. Соответственно, вот одна ровно кнопка удаления с телефона. Пункт номер 14. Поиск по географии. У каждой фотографии сейчас проставляется геотег, где она была сделана. Google умеет все это анализировать. И запросто можно написать что-нибудь типа «Верхняя Пышма 2015 год». Он покажет все фотографии, сделанные в 2015 году, именно в «Верхней Пышме». То есть поиск по географии. В России, в мире, на берегу океана, под водой, под землей. Он все это видит, анализирует и может выдавать только то, что нужно. Это очень удобно. Я этим иногда пользовался. Например, когда надо было посмотреть фотографии с поездок, я писал, что у него типа Новосибирск. И оп, все фотографии из Новосибирска. Идеально. Дальше. Пункт номер 15. Читаю один из важнейших. Потенциал Гугла. Гугл – это огромная, одна из самых больших в мире и эффективных, и богатых компаний. Если сегодня угол фото вот такой, дальше он будет, скорее всего, лучше или хуже. Высок шанс, что он будет намного лучше, потому что его будут еще улучшать, еще что-то напиливать, еще что-то внедрять, разрабатывать еще больше искусственный интеллект, делать еще удобнее. Это очень важно, потому что, ну, прикольно, если вы загружаете свой жизненный архив фотографий туда, где вы знаете, что будет еще круче. А не то, что завтра эта компания разорится, потому что неправильно что-то выстроила в финансовую политику и закроется. Гугл не разорится. Ну, по крайней мере, шанс, что он разорится, намного ниже, чем у всех остальных компаний. Пункт номер 16. Один миллиард пользователей. Когда Google в 2015 году отделился от Google+, Google Photo отделился от Google+, и они начали работать как маленькая удобная программка, они в первый же месяц набрали 100 миллионов подписчиков. Примерно через два месяца 200. И вот их рост настолько экспоненциальный, потому что это бесплатно и бесконечно, что на данный момент в 2020 году у них уже миллиард пользователей. То есть, давайте еще раз, миллиард уникальных пользователей. Это значит, что каждый седьмой человек планеты использует Google Photo. Если вы нет, то вы уже не лучше большинства. Вы уже отстаете от среднего. Понимаете? Вот среднее уже точно пользуется Google Photo, все хранит. Пункт номер 17. Автосинхронизация. Вам ничего не надо нажимать. Вы поставили на телефоне Google Photo, один раз все разрешили, и все само работает. Вы вообще не паритесь. Вот у вас там есть программка, она тихонько, только когда вы в зоне Wi-Fi, не требует трафика, по чуть-чуть все сгружает. И у вас, вы знаете, что все фотографии как бы автозащищаются. На компьютере то же самое. Поставили, нужные папки выбрали, и живете своими делами, работаете, играете, а он тихонько-тихонько подгружает. И вы прямо каждую минуту чувствуете, что да, вот, мои фотографии сохраняются, все становится лучше и лучше. Это прикольно. Но вот такой пункт 17, и это 17 невероятных плюсов Google Photo. Какой я еще знаю пункт 18? Google Photo реально позволяет разобрать ваши завалы. Вот на каждом старом ноутбуке, на каждом компьютере есть папки, которые надо давно было разобрать, и вы жалеете, что сейчас ноутбук полетит, жесткий диск сгорит, и все потеряется. И думаете, что надо уже купить жесткий диск, все туда переписать, потом поставить на компьютере нормальный жесткий диск, все это переписать, а может еще на диске все сохранить. И вот люди вот в таком формате, они, соответственно, живут, все оттягивая. И все вот эти реально сложные действия, и не до конца эффективные, можно преодолеть одним простым действием. Вы просто ставите Google Photo на старом ноутбуке, выбираете все папки с фотографиями, и оставляете его на несколько дней. И все. Теперь эти фотографии, они у вас всегда под рукой. В телефоне, на компьютере, везде. Понимаете? Очень удобно. Поэтому я вам искренне рекомендую пользоваться Google Photo. Разумеется, мне никто не занес деньги за Google Photo, иначе бы я не снимал на фоне коробок. Это такое мое личное, авторское пожелание, авторский обзор, который получился в результате пользования многих лет Google Photo. Рекомендую и вам.